В юности он мечтал стать политиком и заниматься государственными делами, но повзрослев, понял, что дипломатия не его стихия. И, недолго думая, стал заниматься другим делом – мобилографией. Этот жанр получил большую популярность в Европе. В нашей стране он только начинает набирать обороты. По словам Артёма Ермилова, каждый третий человек на планете делает фотографии на мобильные устройства, но зарабатывать на этом умеют лишь единицы. Любой человек, который качественно умеет подавать контент, он с него и зарабатывает. То есть, если ты правильно умеешь подать рекламу тоже, то клиентура она будет. Если ты это не умеешь делать, то никто к тебе не будет обращаться. Инстаграм не только удобный способ обмена сообщениями. Это реальный источник заработка, креативный подход и умение находить интересное. Вот два основных качества настоящего мобилографа. Год назад, я не знаю как, то есть совершенно случайно Инстаграм заметил мой профиль и добавил в список рекомендованных пользователей. Буквально за неделю-две там подписалось около 30 тысяч подписчиков. Далее профиль за год уже сам как-то развился и сейчас 70 тысяч человек. По словам Артёма Ермилова, успех в этой профессии приходит к тому, кто постоянно фотографирует. К примеру, сам Артём предпочитает горные пейзажи. Кроме этого, необходимо нарабатывать клиентскую базу и увеличивать число подписчиков. Чем больше лайков, тем эффективней будет бизнес. Самое интересное, что было связано именно для меня с мобилографией и вообще моим Инстаграмом, это то, что мой Инстаграм заметила одна арабская компания. И на Новый год они пригласили меня в Дубай. То есть они оплатили поездку, оплатили жильё и всё передвижение. Я был обязан просто выкладывать снимки, отмечая их на фотографиях. То есть это эдакий договор и всё из-за одного Инстаграма. Начав бизнес, будьте готовы к различным непредвиденным обстоятельствам. А ещё, как утверждает Артём, обязательно найдутся скептически настроенные люди. Поэтому вырабатывайте иммунитет против тролля в сети. Я с самого начала создания Инстаграма просто соответствую одному правилу. Слушаться только себя и только своего мнения. Потому что многие будут говорить, что твои фотографии – это не то, что хотят люди видеть. Они не очень и так далее. Ты не должен это слушать просто. И, наверное, благодаря этому я сейчас снимаю что-то для себя шикарное. И это нравится людям. И поэтому такая большая аудитория. Помните, люди – творцы собственных жизненных обстоятельств. Поэтому совет один – действуйте.